Чтобы найти подходящее новогоднее дерево, порой приходится очень постараться. Как правило, самые красивые ели прячутся в чаще леса. В поисках их можно пройти и несколько десятков километров за день. И каждый подход, считай, ювелирный. Заготовить необходимо качественно, ведь это главный новогодний атрибут. Берегаем, чтобы не повредить ни остальных елочек, соседних, которые растут соседние. Тихонечко подрезаем, начинаем заготавливать, чтобы было все, чтобы остальные не пострадали следующие елочки. Их не дальше, чтобы следующие рашли на следующий год. Заготавливают ели сразу на нескольких специальных плантациях. Это была создана в 2016 году. Посадили около 9 тысяч деревьев. Мы планируем отсюда реализовать около 400-500 растений ели. Ну и, возможно, будет сосна еще реализована, потому что люди не только елку ставят на Новый год. Ну и сосны некоторые. Сосны тут подсеваются на плантации, мы их не садим. Это естественные. Эти елки поедут и в Брест. Купить их можно будет с 18 по 31 декабря в лесхозе по улице Кобринска-53 и на елочном базаре, который развернется на пересечении улиц Гоголя-Куйбышева. Цена разная, все зависит от вида и роста зеленой красавицы. Новогодние букеты также в ассортименте. Хочу предупредить всех желающих незаконно вырубить елку, что лесная охрана с 18 декабря несет усиленный контроль и режим работы за охраной новогодних деревьев. У нас расставлены в лесном фонде фотоловушки, ведется фото- и видеофиксация. Усилится на этот период и рейдовая работа лесной охраны совместно с милицией. Штрафы за незаконную рубку очень высокие. Так, для физических лиц они составят до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин и для юридических лиц до 300 базовых величин. Приобрести новогоднее дерево можно и в любом лесничестве.